итак друзья мои здравствуйте привет сегодня мы с андреем анатольевичем уже много самого разного продегустировали и у нас на очереди газированная вода которая идет поддан как сказать короче кола кола самое разное пепси кола и кока-кола и всякое прочее и ваша не которая продается и не ваша не в общем будем пробовать разные уколы выяснить которую из них лучше ты андрей анатольевич как думаешь какая полу лучше окажется фирменная сервина какая но как кока-кола кока-кола хорошо но кока-пепси но сейчас нам нужно освободить наш стаканах которых не кока-кола а то что мы до этого дегустировать до за узкая лимонад этого и теперь переходим к кока-коле берем новые стаканчики чтобы нам не говорили что мы пробуем все из одних и тех же и поэтому вкуса не понимаем ну и я думаю пожалуй начнем с самой козырной колы это кола каждый день куплена она ваша не самым доступные да да изготовитель о о о фабрика по розливу вот минеральные воды вятки что здесь составе вода краситель регулятор кислотности лимонная кислота смесь подсластителей ароматизатор кола консервант бензонат натрия ну по цвету да темненькая вода хотя вон то вот немножко красновато это просто она стоит на свету что у нас сегодня будет желудках как обычно смесь непонятного запах такой интересный ну как бы не скажешь что все все плохо запах такой дешевый пол и ну и низко что плохо сюда нет нет неплохо в принципе прилично дыр книги главы мне почему-то показалось что вкус кока-колы намного легче сделать чем другие вкусы потому что от этого же производителя другие газировки они как похоже чувствуется да а это прямо пьется как или за то что она охлаждена они типа охлаждены все одинаково хорошие не знаю мне кажется что потому что мы первую ее пробуем нашу когда дальше не нашел не норм когда дальше персоной появляется и кислот кисленькость такая есть и но если так протираться уж конечно так если блин ну за такие деньги когда вот вот кока-колу вроде нормально у них принципе газа очень мало и вот по моим ощущениям и знаете метку воспоминания из детства когда приезжаешь там в аэропорт или на вокзал там в автоматах продавалась кола одна из первых которые появились только тогда еще но нет даже россия была по-моему короче говоря такая дешевая дешевая колом в то же самое время мне такие теплые детские воспоминания есть об этом вкусе нормально это конечно не пепси кола и не кока-кола далеко но это однозначно напиток который если ты будешь пить закрытыми глазами то ты поймешь что это колода да а еще у меня кстати вот я сейчас начал такой какой-то вкус знакомый он напоминает как будто сироп наш сироп так у дома какой сироп и куся и очень отдаленно как будто разбавленный корень солодки такой типа такого наш но есть такой да такой знаешь типа лекарственный какой-то вкус такой сироп из какого-то лекарственного полезного типа есть такое согласно куку-кола лечиться можно при кашле там но вот сегодня и выясним завтра проснемся такими разово щеками в 2 метра ростом до каждый вот рамы такие да и член 50 сантиметров у тебя значит следующая кола тоже ашановская но более дорогая называется будоражащая кола что у нас здесь составе подготовленная питьевая вода сахар концентрированный яблочный сок регулятор кислотности ароматизатор в том числе антиокислители разные краситель консервант бензонат натрия и кофеин здесь есть то есть состав то уже богатый не лишь бы что прям наестся можно этим особенно меня подриться особенно меня здесь яблочный сок порадовал к серьезно интересная тяга финда почему так выглядит энергетик она потому называется буду раньше что здесь кофеин да и полетел дела делать андреан анатолич допивает два месяца на дюшес которые вы пробовали а теперь девайси и кока-кола будоражащая думаю самый первый будет строить да да то что послевременно хочется много не что было понятно да андреан анатолич настолько фанат газированных напитков что зная о том что у меня здесь их такая куча и мы будем всех дегустировать а допивать потом ему вот он купил себе еще по пути газировка правда никола но тем не менее допробовать ты знаешь вот предыдущего лишь на кока-кола была кожа по запаху здесь какой-то сладкий запах и ну действительно яблочный какой-то но здесь такой запаха будто в водичкой за автомат нашу вот водичкой за сама тут это больше подходит газа здесь гораздо больше яблочный сок чувствуется вот такой прям яблочный да и банана как горьковатый от кофе да это больше дюшес я бы так сказал то есть на колу это дуб прям вообще не похоже вот согласись на закрытыми глазами пить это над никола мне на кока-колу вообще не похоже ну хотя может быть четко и одолено есть но тоже такие лекарства нотки есть в борту потом оставится но я бы скорее подумал что это дюшес в общем удара щекола не канает потому что это точно не кока-колу вообще ни разу запах и запах приколен но не кока-колу но в целом нормальный напиток опять же то есть вот давай за шаном попробовали напитки нормальную то есть в целом если так отвлеченно брать вполне можно пить вполне ну давай к следующему это кстати больше на лекарство похоже чем предыдущий давай переходим к следующему это у нас океан фантазий кто эти названия придумывает е-мое а ты посмотришь здесь нарисовано это заяц который плавает плавает да у него очень маленькая голова очень большие уши огромные лапы и вообще безалкогольные сильно газированный напиток кто у нас это делает а делает у нас это непонятно кто вот здесь написано о-о-о фирма лагуна это город самара лагуна очень знакомы а может что то уже от них пили значит составе вода питьевая ароматизатор пищевой кола регулятор кислотности лимонная кислота комплексная пищевая добавка смесь подсластителей краситель консервант пищевая поваренная соль содержит источник фенилонина вот такие дела будем пробовать приеду нет чудо нет все газировки предельно дешевые то есть здесь ничего дорогого нет она все стоило там затем вот этот вроде как вообще 23 на счет думка он только что это открытом дымок пошел дымок хорошо газировка звуков давай ну я такая этикетка честно говоря честно что это типа как будто какие-то то есть но или к смотрю этикетка очень дешевая и какой-то вообще сумасшествие что за заяц такой нарисован прям страшно вообще по моему просит сначала тебя послушаю ну колы пахнет оказалось в ваниль но ваниль то она есть в коле но запах принципе колы очень слабый славы даже нет николы запах байкала блин байкала байкал больше похоже ну травы какие-то как будто на вкус никола на вкус немножко байкал но стоит какой-то вкус такой интересный достав очень сладко да да очень сладко и в основном здесь вот именно сладость то есть просто сладкая вода газированная газация такая еле-еле заметная хотя пузырьков много но не ощущается просто сладкая вода и колу можно конечно это из тех вот которые знать как жбан сполоснули вот был сироп колы и вот потом решили помыть чтобы там не знаю фанту начать варить да в этом жбане и вот та вода которую слили после помощи этого тона не очень вот это я покупать бы не стала это первое которое не стал покупать потому что очень невнятно все когда мы дюшать пели там были такие водички сладкие которые вот основном у них сладость а потом где-то далеко-далеко какой-то послевкусие такое и ты такой начнешь думать это то не то после вкусе который на этикетке написано непонятно то есть ну я не скажу такого кола точно ну давай дальше на другую похоже какую-то водичку давай дальше есть мензелинская кола значит состав подготовленная вода регулятор кислотности и кислота лимонная ароматизатор натуральный натуральный подсластитель сладим 2000 л консервант безоват натрия 2 углерода натуральный ароматизатор пока в какой и скоте делается так что после употребления этого напитка должен быть приход раз натуральный ароматизатор мягкая очень бутылка вот это терпеть не могу почему-то башкирские производители что красный ключ тут мазеринская татары мазеринская украинцы башкирский татарские в общем все примерно из одного и того же региона начали делать в очень мягких бутылках то есть одной рукой налить невозможно потому что когда давление вот этого газа спадает начинает переломываться бутылка запах суховат мы не прочитали где делать действительно до город манзеленск это республика татарстан такой суховатый запах о о о тпф изыскатель что-то напоминает то что он до этого не упали когда дешевле только 20 оттенком другим пахнет колой такой опять же дешевый именно такой какой то не знаю российской дешевой колой но каждый день лучше вот каждый день даже на будет вообще невкусно какой то есть привкус неприятный и опять же жиденькая как будто вот разбавили то я не хочется потом пида до допивать не хочется абсолютно неприятный напиток неприятный я такое не хочу тут вообще какой то я не пойму такая кислая какая-то штука такая кислая да ерунда это я второй раз покупать бы не стал вот мы до этого брали манзеленской было ничего пишет вроде бы вода была по крайней мере нормальный пил ну просто пилась нормально не было ничего такой неприятного дальше радуга кола кто делает полива о диком классик но можно диком классе получу пробовали в принципе такой середнячок пол всегда что у нас в составе подготовленная питьевая вода регулятор кислотности лимонная кислота антикислитель вкус и ароматическая основа компонент кола ароматизатор пола подсластители краситель сахарный колер консервант . это непонятная история что как на бутылке так должно быть или это случайно не получилось какая-то она короче говоря абсолютно неровная шероховаться какие-то но они не имеют абсолютно никакой системы поэтому ставится впечатление что это какая-то случайность как она открылась шикнула то услышал андреа точат загрустил совсем ну давай ну что ну такой даже слабенькая но похоже на пахнет дешевый колой по вкусу лучше медилинский это однозначно да но все равно хуже даже самого дешевого вот это вот газировки каждый день потому что пахнет колой легкий легкий вкус колы есть но потом когда кислинка появляется и турбанизация сильная что ли ну то что в принципе нормальный напиток но такое я бы второй раз опять же покупать бы не стал может я что-то не понимаю может они сахар пожалели что но у них может быть подешевле у радуги но мне не нравится невкусно невкусно так мы постепенно приближаемся к оригиналу до джамбо кола вене в виде вичи написано пришел увидел победил да мы с андреем анатольевичем знаю что эти написи означают уж с ним образованные люди и латыни освоили в свое время так что у нас здесь составе вода питьевая сахар кофеин натуральный ароматизатор краситель но очень интересно что и кофеин есть и натуральный ароматизатор где то мы это уже видели все изготовитель товарищества с ограниченной ответственностью unix beverage угадай кто делает республика казахстан город шимкент ну по-любому местные они же будут вода местная натуральный ароматизатор и опять же у них как раз соответствующие климата для того чтобы все это росло из чего оригинально все делал за все все сейчас андрей анатольевич даже шляпится чуть-чуть но честно говоря как то какой-то не оригинальный запах кажется как будто бы ну запах опять же дешевый колы может быть от действительно натуральный ароматизатор так пахнет нам же не пишут натуральный он какой нос и вкус тоже я бы сказал не совсем оригинальный это видимо какая-то какая-то штука такая очень сладко о сахара какое-то невероятное количество у нас на зубах ощущение такое немножко ближе к оригинальному газа как средненький но опять же клиент на то ли у меня уже рецепторы забились но как-то жиденько все до кола да с закрытыми глазами это попробовать скажешь что кола но говорю уже в принципе зубами почувствовал что это уже ближе к оригинала может быть вот ним тоже можем много чего очистить ну неплохо в принципе честно говоря очень сладкая ладно не задерживаемся идем дальше кола стандарт 2 литра здоровенная бутылка делает а фирма лагуна город самара это мы уже пробовали до вода минеральная природная питьевая столовая сироп натуральный патока вода фруктоза глюкоза сукралоза ароматизатор натуральный кола регулятор кислотности красители карамельный колер кофеин консервант бизонат натрия но было и что-то боевое лагуна как знакомо да 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 попробую поэтому еще это же пробовали вот лагуна серьезно самарская область город самара проспект управленческий ну слушай пластиком по каким-то ты конечно понимаешь стаканчик у меня пластиковых на это чуть не пахло так вообще ерунда какая-то вообще ерунда несмотря на то что лагуна до которой мы уже пробовали но видимо состав другой потому что ты вкусно фу блин не реально вкус пластика мне не понравилось совсем тебе как вкус разный вот ты больше лекарственные вот и больше кока-кола но такая кола до типу как с пластиком каким-то слушайте ну прям сложно потому что приличных напитков буквально по пальцам пересчитать и ладно вот первые два которые мы пробовали до которые ашановские один реально имеет вкус колы и так вот приличный в общем то понятно что дешевый понятно что такой себе по большому счету но вкус колы в принципе пить ну нормальный напиток то есть я отвращение испытывают 2 это не кола но тоже как напиток это нормальный напитки его можно пить и некоторые даже удовольствие получаешь от этого но все остальное это какая-то ерунда я это пить не хочу то есть это даже не просто то что мне кола да как то это это неприятный напитки мне не нравится ну давай андрей анатольевич проведем эксперимент отворачивайся я налью пепси кола и кока-кола ты не скажешь где пепси кола где кока-кола не подглядывай пепси и кола и сейчас попробуем провести такой эксперимент мне просто на самом деле интересно вот можно это угадать или нет а потом можно сделать так что ты мне нальешь да я пробую угадать да ну пока могу сказать что кола открывается сложнее кока-кола пепси кола открывается проще так теперь главное самому запомнить где что так ну давай бери все да да вот эти да да ну блин по запаху они похожи одинаково ну тут кого-то послачет я не знаю какая из них должен быть послачет конец так я думаю вот это кока-кола вот это пепси ну нет ты угадал вы как-то наоборот да да так давай теперь такой же эксперимент проведем но угадывать уже буду я поточный угадал точно они вот как стояли банк я тебе так и дал давай наливай запомни только где что отворачиваюсь не смотрю те много лет нет минус ну в принципе да так все готово по запаху уже вот это вот кока-кола а вот это пепси ну попробуешь на вкус ни хера у них разный вкус разы до курса на каждый день видимо это пишу различать не то что каждая очень часто короче если следовать тому что говорят обычно о пепси коле о кока-коле то вот он должен пепси потому что это сладкая тема это кислое но по запаху вот это вот кока-кола вот этот пепси кола я пытаюсь там что вот это кока-кола вот это пепси кола наоборот на борцы где угадал не одет ну по крайней мере по крайней мере народная примета что то что слаще топы сначала правильно сказал когда по запаху начал ориентироваться и г что а нет не по запаху ты сказал к по вкусу а вкуса что слайше да ну в общем то что слаще топа психолог значит неправильно значит правильно говорят в общем надо было мне довериться народной молве ну ладно ну почему то вот этот запаху кукол короче вот эта история кока-кола она не пахнет кока-колой какой-то она же оригинальная без всяких добавок она кисловатая классик это самая первая кола ну мы не самое первое конечно слушай но я например убедился в своем предпочтении мне всегда больше нравилось пепси кола чем кока-кола и я сейчас могу сказать что мне реально нравится вот сейчас пепси кола больше чем кока-колу потому что она более сладкая было было не более кислая не более приятный вкус какой-то кока-колам вот знаете что ребята после того как я попробовал пепси кола и кока-кола оригинальной да я в принципе не могу сказать что вот эти вот напитки все остальные настолько плохи ну они похуже естественно но что то говно что это сия разницы не вижу особо между ними она есть безусловно но по вкусу вот не скажешь что прям вот ты попробовал какой-то этих баночки такой типа он вот это вот этот из этой баночки должен там два раза быть дороже да она она примерно так же как вот это просто чуть-чуть по-другому ну то есть если бы не налили просто вот все вот это вот дешевую воду да и налили бы кока-колу я бы во первых я бы не смог определить где оригинал где нет это вот сто процентов во вторых я бы и про оригинал сказал бы что это ну фигня какая-то мне не нравится если расставлять места не знаю если смысл но отлично для меня все это так работает то есть пепси кола на 1 даже по моим даже лучше вот если все попробовать да она вроде как и кокол но не такая сильная кола который тебе нравится ну в общем пепси кола на первом месте вот кто от лагон идет у них и у той у этой есть такой привкус знаешь какой-то лекарственный какой-то такой привкус есть ну наверное кальский наверное короче пепси кола на первом месте на второе место я поставил удивительно но вот это вот колу каждый день на третье место я бы поставил совсем не колу кола только по надписи это тоже ашановская торговая марка будоражащая кола потом на четвертое место я бы поставил наверное сильно сладкую но тем не менее джамбо колу соседи наши да да на пятый вот на пятом месте уже кока-кола бы наверное пошла оригинальная и дальше 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 мне сложно сказать потому что уже мне остальное для ну прям вот совсем не понравилось ну может быть еще да нет нет не понравилось мне все остальное меньше всего запомнила себе который теме все понравилось мне меньше всего понравилось менделинска это вообще какая-то ерунда полнейшая это первая помощь нам захотелось вылить до менделинска прям я бы ее не стал вкусно невкусно а так вот давай если говорить о том что покупать если покупать то я бы пепси бы купил я бы купил пепси наверное ашановскую колу а все остальное но кока-колы никогда не любил я себя предпочитал пепси поэтому да ну так он в таком случае я бы я бы каждый день покупал бы не парюсь он дешево сердит и нельзя никаким ущемленным не чувствуешь все вкусно все сладко да и бюджет сохранен немножко так что как-то так ну ты топ свой хочешь какой-то но я принципе с тобой полностью согласен вот так что я не буду ничего оставлять но каждый ну тут у меня у меня же как всегда это там вкус цена вкус цена каждый день он прям это он дешевый вкусные достаточно пепси кока-кола это как будто уже раздутые просто на ностальгии играющий производитель что вот все запомнили кока-колы типа классная вещь вот она типа кока-кола это кока-кола должна быть но видимо уже не так пришло время другого пришло время каждый дня ну в общем интересная достаточно ситуация получается что на самом деле я не могу сказать что вот кока-кола это какой-то однозначно лидер да то есть здесь такая история что она все среднем не фонтан но пепси кола и каждый день кола самое дешевое да она выделяется все-таки на этом фоне это прямо у даже наверное в некоторой степени хочется пить а все остальное здесь говорить о том что там кока-кола лучше чем какая-нибудь там я не знаю что здесь океан фантазии кола ну это понимаете это сорта говна копаться то есть это это хреново как я уже сказал поэтому учись разбираться желание даже нет никакого сравнивать это все вот так знаете наливать в разные стаканчики все так по очереди пробовать мне ничего из этого не понравилось поэтому я даже не хочу этим заморачиваться возможно если все попробовать окажется что кока-кола она лучше но еще раз повторяю то есть может быть среди всего вот этого вот безобразие она и лучше но она не намного лучше то есть вот уровень все этой газировки он вот такой а то что я готов пить она вот здесь поэтому и кока-кола она тоже не добирает до этого уровня так что такая вот история ребят пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу может быть вы считаете что кока-кола она гораздо вкуснее что-то остальное у нас не было единственное какой-нибудь волжанке кока-кола вот если бы они сделали я думаю они были бы не сам последний но все что было вот в магазине я купил другого не было к сожалению она бывает наверное я кстати на самом деле удивлен что колу так мало делают потому что того же дюшеса в этом же самом машине там такое количество продается сумасшедшие колы вот ограниченный выбор в общем то но будем искать я знаю что колы есть еще и у других производителей поэтому будем искать приобретать в других магазинах и возможно появится вторая серия вот это вот дегустации где мы пробуем колу но в целом в общем ерунда по дюшесом гораздо больше было интересных позиций здесь такого не по дюшесом по тархуну было больше здесь прям я удивлен на самом деле мне казалось что кола поскольку это такой химический вкус да и химический и но это не то что мы с детства помню тархуна я помню с детства дюшес помню полу нет особо тогда я уже достаточно взрослый был колокола появилась массово поэтому не знаю мне казалось что кола она вообще вся наверное будет достаточно такой неплохой но нет нет вот это странно это странно же но согласись да когда ты дюшес пробуешь но это вроде как груша до груша знакомый вкус и ты сравниваешь с оригиналом понимаешь что вот это на оригинал не похоже вот это вот именно я имею виду оригинал груша но здесь мы же никогда не же такого фрукта кола который можно попробовать и сравнить эту воду с фруктом кола но все равно все равно не вкусно не понравилось таких дела кто хочет добавить кроме кого ну когда вот уже все прошли и в конце вот эту пробуешь от наших соседей ну она в принципе нормальная все казахская да она не дана не прям сильно отстает от кока-колы ну на мой вкус не сильно отстает так что вот так ребята я не знаю можете думать что хотите но мы уже с андрея на то ли чем на мой взгляд достаточно хорошие специалисты по дегустациям и много всякого разного пробовали ну и вот ваш мнение такое пока пока